Струнинский скандал разгорелся с новой силы. Региональных и федеральных СМИ обсуждают речь в РИО первого зама губернатора Марина Чекуновой. 11 января чиновница провела рабочую встречу с медперсоналом печально известной Струнинской больницы. Кроме в РИО первого вице-губернатора по социальной политике, обсудить проблемы медицины в Александровский район приехал новый начальник областного департамента здравоохранения. Обсуждали на рабочей встрече с медперсоналом будущие корпуса поликлиники, которые находятся в плачевном состоянии. Внимание некоторых журналистов привлекла речь в РИО первого зама губернатора о том, что требовать улучшения в работе заведения нужно не только от властей, но и от врачей. Надо посмотреть еще и на себя. Занавесочки на окнах, как они висят, какой чистоты они, когда мылись окна в последний раз, как моются полы, есть ли бахилы, Если нужны бесплатные бахилы, давайте мы обеспечим вам бесплатные бахилы. У меня о том не говорили. А о чем? Да, когда уже есть возможность идти, чтобы обслужить, все будет нормально. Но вы сделаете тогда ремонт, поставьте, и нам же цыдно будет повесить грязные занавески, если у нас не будет такого столба. Я согласна. В настоящий момент проходит обследование этого здания. Ну вот, проходит, и будем говорить после этого обследования. В пресс-службе Белого дома отвечают, что встреча с медперсоналом проходила в рамках диалога, не на повышенных тонах. Наводить порядок в больнице Чекунова вызвалась сама. На 19 января в Струнино запланирован субботник с участием в РИО первого заму губернатора и директора департамента здравоохранения. А что касается ремонта корпуса взрослой поликлиники, для него сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию. В 2012 году на ремонт больничного городка в Струнино уже выделили 25 миллионов рублей. Другой важной темой встречи стал дефицит медицинских кадров. Чекунова заявила, что только на днях узнала, что в области есть медколледж, и в нем в большей степени обучаются не владимирские студенты, а жители других регионов. В РИО первого зама губернатора обещала разобраться в этой ситуации. Понимаете, вы обращаетесь ко мне таким образом, что я золотая рыбка, я должна сделать вам все. Ну и власть. Мы должны вместе работать. Именно поэтому я говорю о том, что мы должны работать вместе. Поэтому на сегодняшний день вот эта ситуация со средним медицинским персоналом, она тоже входит в зону нашего внимания, жесткого контроля.